всем привет и ты попал на канал вилка а это значит что нужно ли себе чай взять печеньки и готовится к лучшему время при прождению за а мы продолжаем с тобой аватар легенда об анги это в 12 серии второго сезона нас все не все у нас у нас у нас даже сани спор и это все из-за вас из-за вас у нас сани спор и по люди поделились на два лагеря есть лагерь тех кто не смотрите привезли вот эти и по те кто пишут смотрите привезли соответственно мы тоже сами поделились на два лагеря на год все просят да нужно нужно не смотреть нужно да не будем многие пишут а давай будем нам пишут что нужно смотреть потому что потому что не знаю как вам вот это вот вы может конечно напишите сейчас спой я не понимаю где там спойлеры ловить ну типа я просто первый раз смотрю и не не знаю типа тебе если в привезли показали азулу с ее подружками то скорее всего они в этой серии появятся вот что люди имеют в виду что ты знаешь какие персонажи появятся ну вот например мужик который в той серии библиотеки сидела и чему же такой он же будет это же вот этот вот а я такая кто ты такой кто ты такой с чем тебя едят вот а я наоборот я хочу смотреть привезли и не потому что кто-то там пишет в чатике что его нужно смотреть а потому что потому что это во первых мне напоминает о том что же было потому что я реально вот в прошлый там серии про библиотеку я действительно бы не вспомнил вообще то что какой-то ай этот не айра как его ну вот мак огня да ну вот этот вот короче аж забыл как позовут вот он там был это в этой библиотеке все это узнал а нам показали нам напомнили то есть это важный сюжет я считаю поэтому его лучше бы посмотреть чтобы немножко быть в курсе помимо этого мы три раза смотрели поэтому в этот раз нет ну давай камень-ножницы бумагой раз-два-три я выиграл но мы не смотрим потому что три раза да да это как бы мы смотрели вот поэтому в этот раз мы смотреть привезли не будем но если сейчас все возьмете в комментариях напишите что все-таки привезли смотреть нужно и я посчитаю голоса что те кто захочет привезли больше чем тех кто за не хочет привезли то в следующий раз соответственно нам мы его будем смотреть да никто не будет писать как это писали я сам лично зайду от своего личного аккаунта и напишу что хочу увидеть привезли потому что они мне нравятся михаил демидов писал михаил демидов писал михаил демидов молодец передаю привет пиши еще раз много раз пиши 10 чтобы все видели что нужно смотреть привезли всех убеди быстро не надо всех убеди в этом чатике чтобы все быстро смотрели привезли чтобы все писали понимаешь что убедит я в него верю очень долгое приветствие три минуты а потому что важный вопрос поднимается а чё зря спор в чатике ате вы понимаете вы ладно спор в чатике но спор между нами и за вашего чатика это вообще ни в какие ворота мы же не можем прийти к единому решению ребята ну что вы делаете погнали вода когда-то давно четыре народа жили в мире но все изменилось когда народ огня развязала не только аватар властелин всех четырех стихий мог остановить захватчиков но когда мир нуждался в аватаре больше всего он исчез прошло сто лет и мы с братом нашли нового аватару маги воздуха по имени анг и хотя его искусство покорение воздуха было велико ему предстояло еще многому научиться но я верила кто понял спасет так как это пропускается аватар легенда об ангеле что-то качество как будто хорош стало неожиданно книга 2 земля глава 12 змеиный перевал а всем кто не хотел смотреть привьюзли чтоб вот вам стыдно что вы ничего не знали что было и будет понятно вам я зовут супер при вас все вам некомфортно сейчас я чувствует блин какая имба в жару молодец этим картам всего лишь пять тысяч лет чего им не хватало так это воды прости оляля ты решил по каком но так то по идее если водой она намочила карту чернила тоже намокают и когда она вытягивает воду чернила уходят чернила уходят вместе с водой но мне кажется нет она она типа как бы суши сушится же но то что уже размазалась то есть карта тут должна быть либо повреждена либо чернила тоже как вода типа жидкость какая-то должны были выйти не чернила какие-нибудь царапки царапки давно ли ты царапки какой-нибудь писал своей жизни пути мы пойдем так мы только что вышли из пустыни значит мы здесь нам нужно попасть в басингсе он здесь с одного берега на другой можно попасть только по узкой полоски земли названный змеиным перевалом уверен что это лучший путь другого нет летать мы не умеем а по нет хватит а бабе анг все еще по нему скучает ничего катара я уже немного успокоился после потери апы и теперь думаю только о том как бы нам попасть басингсе и рассказать всем о затмении о ладно рада что тебе уже лучше ну тогда вперед хватит отдыхать приветствую беженцы вы тоже идете в басингсе да мы хотим успеть туда прежде чем моя жена родит хорошо пойдем вместе через змеиный перевал змеиный перевал но это настоящая дорога смерти дорога смерти мы отчаянные пошли с нами в бухту полнолуние оттуда паромом можно переправиться в басингсе это самый короткий путь и безопасный племя огня не знает о нем прогулка на пароме или дорога смерти безопасно да это та самая женщина которая делает накладку из живота чтобы казаться бешок себе всех располагать а потом она в какой-то момент ой мне плохо помоги ты короче подхожим тянешь в печени все конечно очень сладко но может быть они какие-то ну как бы ну понятно наверное скорее всего что здесь типа соку таким дурачком опять выставляют лала что они на самом деле добрые хорошие но всегда нужно быть на стороже никогда не доверять незнакомым людям это вам только что сказал специалист по маньякам если говорить как специалист по маньякам то как бы всегда нужно быть она знаете сколько вам за вам лекцию целую а может вам курса в университете по маньячеству преподавать я думаю столько раз не просто true crime нравится у по не знала что так много людей бежит от племени огня все мы ищем лучшие более безопасной жизни за стенами бассингсе кто бы мог подумать что я снова вернусь на место величайшего военного позора в моей жизни как турист оглядеть мы не туристы а беженцы я устал есть помои спать в грязи не хочу больше так жить как и все мы меня зовут джет это мои борцы за свободу смелорби и лонша привет чел чел ты пора бы менять свою вот эту веточку до знал бы ты с кем ты разговариваешь возможно он знает плакаты звука по всей территории звука нет той прически котов которые я я ничего конечно сказать не хочу но этот шрам мы только видели его у звука мало ли а это а это а это хитрожопый джек поэтому как бы он мало он много что знает и возможно а возможно звука такой блин выборцы за свободу а я тоже своего рода немножко борец за свободу последнее время может мы объединимся будет работать на них но он же тоже что-то всякую маску одевает что-то там мутит какую-то что-то попытается кому-то помочь это порешать возможно к ним присоединиться будет с ними решать будет у них это к лица рейнджеров привет послушайте капитан этого судна питается как царь а нам достаются объедки несправедливо не так ли а про царя а вы серьезно серьезнее некуда поможете нам добыть немного еды помогу конечно к маску да панты права а я такой оставьте еду себе мне пожалуйста только чай я готов за все за чай все отдать вам я же уже сказала никаких овощей один кочан капуста может уничтожить всю эту систему бассинг 100 рублей себя моя капуста за что мы спорили то что я говорил что он появится ты говорю что он не появится да не было такого неба ты мне потом покажешь я не помню такого я не будет и во во сне походу споришь во сне реакции смотришь с кем-то не со мной такой в реакции в какой-то не помню потом покажешь если я еще может поверь нет ну как бы чтобы вот так капуста переводить как бы не две утка медведем то можно было раздать тут кто очередь стоит они пока жевали вот очередь пока ждут пока дам же оближу 4 билета до бассингса я пожалуйста паспорт мы не знали что нужны паспорта вы не знаете кто это он же аватар а пятидесятый за сегодня костюм тебе кстати не идет к тому же с животными нельзя позвать охрану думаю не стоит дальше дайте мне опа меня зовут долл бэй фонг мне четыре билета а золотой знак летающий свиньи это честь помочь члену семьи бэй фонг как-то лучше как видите я слепа а эти три человека меня сопровождают но зверек это мой лемур поводырь ну вообще-то мы отдаем один билет в одни руки но вы из такого знатного рода для вас я сделаю исключение за эти вот как бесит вот это вот прям а у меня убедились бьет тебя да ну то что это же но честно все ждут они проходят вот это да нет даже нет но я раздражает ее отношение к работе то есть она такая со всеми хам хамка хамло да из такой да да вы за вот сразу кто-то приходит влиятельные какой-нибудь там этой семьи из-за власти с деньгами и все и сразу она такая нежная и шелковисты и самый лучший убыли на какие-то бесит это же так много где встречается вот да уволить бы его и всех таких подобных зале билеты паспорт пожалуйста есть проблемы да проблема в тебе знаю я этот тип ты саркастичен без ума от себя и дай угадаю сопровождаешь оба это вот эта военная девушка не села нет я не помню просто какой зовут как вызов и помнишь суете наверное не она похожа мы знакомы ты меня не помнишь может тебе напомнит да да ты мальчик рада тебя видеть как он сыграл да зато как я тут уже уже весь расхихивался в камеру ну без макияжа он ее конечно не узнал ну такой себе я это знаете как вот эти конкурсы на свадьбу когда найди невесту по поцелуям лист бумаги большой где без 100 поцелуев и надо найти только поцелуй своей любимой он бы не справится тебя просто не узнать а это новая форма это сумасшедшая бабка заставляет всех охранников ее носить а ты крутой парень качаешься а ну иногда по отжимаясь иногда штангу по поднимая ничего особенного другие воины киоши тоже здесь да после того как вы ушли мы решили что будем помогать людям в итоге мы занялись охраной беженцев и поэтому мы здесь так зачем вам билеты на паром вы же можете перелететь озеро на пи а по украли мы думаем он в басингсе он мне так жаль как танк отлично может хватит меня всем опекать аватар анг помогите нам кто-то украл все наши вещи паспорта билеты все украдено я помогу вам машинник паспортов нет билет но она беременна а всех вещи украли сделайте для них исключение никаких исключений если я буду просто так раздавать билеты не будет порядка а знай что это значит никакой цивилизации можно отдать им наши билеты но дальше я провожу вас до города пойдем через змейный перевал ну такое ничего конечно сказать не хочу но она вот она конечно не нравится как личность как персонаж как профессия как не знаю что что-нибудь но в отчасти она права давайте вот можно же рассмотреть ситуацию с той стороны что это замаскированные маги огня они и идут хотят попасть в бессингс и самозащищенный город магов земли чтоб потом где-нибудь устроить там пекло пожар и еще что-то такое переворота возможно у них там какие секретные оружие под собой там под одежды в беременном вот этом мешке так что без паспорта тоже пускать всех подряд не очень хотя с другой стороны паспорта мне кажется в их времена тоже легко подделать но вот так вот поверить не могу что мы сдали билеты и пойдем через змейный перевал поверить не могу что ты все еще ноешь я тоже иду уверена что это правильно сока я думала ты обрадуешься да но но что ничего рад что ты с нами он хотел сказать типа ты девочка там опасно бла-бла-бла да вот это хотел сказать но скорее всего не ты девочка там опасно а ты там опасно а ты вообще-то мне дорога и нравишься скорее всего так они меня в такие моменты всегда напрягает чуть-чуть типа девочка луна которая теперь ну что поделать грусть какая-то ну конечно не быть всю жизнь одиноким да ну вот что то есть напоминающая днем суюки вечером на луну днем суюки вечером на луну вот тебе его любвеобильный графику полигамный какой-то получается капец опасная дорога это и есть змеиный перевал я думал он будет более извилистым как змея название ему не подходит посмотрите на это ужасно что там написано поставьте надежду как можно кроме нее у нас ничего нет не знаю монахи говорят что надежда ослепляет так что может ее стоит оставить что ты говоришь надежда не приведет нас в басингсе и не найдет а по нужно сконцентрироваться на нашей цели перейти этот перевал ладно как скажешь ну прям как это знаете уже такой взрослый потому что да вот это это же тоже так ты такой вроде ребенок там учишься сталкиваешься с серьезными какими-то проблемами жизненными и жизнь учат и ты уже не такой веселый не такой радостный уже смотришь более скептически на жизнь один раз те подставили второсте подставили и начинаешь уже меньше доверять так и аватар здесь разводное озеро контролирует племя огня по слухам они задевают что-то ужасное но не хотят чтобы кто-нибудь об этом узнал а то уже может по идее сделать вообще широкую дорогу хорошим чтоб они ну не теснились нас засекли бежим бежим капец ну и правильно так и надо давай обрадов хорош суюки ты как нужно быть осторожней бежим спасибо что спасла меня тоф не за что сока немножко не до этого тоф прости конечно но немножко не до этого чуть-чуть побольше скажет вот сейчас суюки здесь нельзя ложиться скала может обрушиться да я тебе помогу сока я в порядке не суетись ты права ты права ты сама можешь о себе позаботиться ничего мне показалось что там паук это мило это мило но такая гипер опека тоже немножко напрягает но он ни за кем мне кажется так и не ухаживал не так заботился но научился возможно возможно он все-таки время-то прошло сколько немножко повзросли тоже как бы немножко мужчины стал немножко по-другому начал зная все смотреть вот эти конечно как будто крадутся на кухне чтобы самим приготовить да че у нас какие-то повара не умёхи кормит вот так тоже и я не очень я не очень мне нравится то что они делают я это осуждаю в какой-то степени да возможно к этот глава корабля питается как царь вам достаются объедки но вас же катит на этом корабле ну типа бедная справедливость ну да но их везут то есть их не просто насильно сюда запихнули что им нужно попасть от одного места в другое да и не всегда путешествие от одного места к другому может быть сказочным тот же самый поезд в жару в плюс 40 но не сказочное место вам скажу но не разбойники все да все разбойники едут блин как он это делать профессиональным мячами да прикольно да и тем более они же как бы да вроде воруют еду но они подставляют вообще всех об этом узнает как командир корабля и остальные служащие они начнут подозревать всех простых и начнут шмонать возможно как-то этот ну власть какую-то применять тоже не очень поступать все переживаешь из-за апы что с тобой в пустыне ты думал только об апе а теперь тебе на него будто наплевать ты видела что я наделал я был так зол из-за апы что не смог себя контролировать ненавижу себя за это но теперь ты вообще потерял способность чувствовать иногда очень сложно сохранять надежду чувствовать но пообещай мне что ты не перестанешь чувствовать ну давай обнимемся спасибо за беспокойство катара от обнимашек отказался такой мы тоже осуждаем конечно как это без обнимаешь на луну смотрят не просто так вспоминает наверно потому что что потому что днем суюка суюки а ночью возможно кстати он поэтому и гипер опекает то что он потерял ту он думает кстати да да у него типа травма он думает что он тогда не справился потерял ее и поэтому надо сделать все возможное чтобы защитить эту и вот он сейчас видишь смотрит тоже как бы грустно на луну и типа вспоминает что потерял красивая луна да не говори слушай я знаю ты хочешь помочь но я могу о себе позаботиться да я знаю так почему ты так меня опекаешь терять дорогого человека очень тяжело на северном полюсе я кое-кого не смог сберечь не хочу чтобы это когда-либо повторилось я тоже кое-кого потеряла он не умер просто ушел я знала его всего пару дней но он был таким умным храбрым забавным кто этот парень он выше меня нет твоего роста симпатичный это ты глупый не могу конечно у нас смотрит нет не стоит такое вот какое-то все грустное правосадочек такой на сердечке грустно как будто они реально не вдвоем а втроем же плачешь то конечно почти плачу ладно не плачу не плачу почти плачу ну такой знаешь вот после этой всей сцены такой послевкусие во рту прям вот такое вот тяжелое мэлорби какое необычное имя для юноши думаю это из-за того что я не юноша а девушка понятно милое имя для такой прекрасной девушки знаю ты прав пока я уверена в себе не важно что говорят остальные спасибо лоншот по слухам в басингсе всегда так питаются мне не терпится увидеть эту огромную стену она очень красиво вы бывали там однажды когда был другим человеком своей жизни я совершил много плохого для этого я еду в басингсе чтобы начать все сначала за новой жизнью это очень похвально я верю в то что люди могут изменить свою жизнь если захотят и я верю в новое начало бесконечная просто дорога с ума сойдешь интересно а тоф может сделать какой-нибудь каменный гироскутер типа перенести их на камни да 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 она такая встала бы все вы встали и она такая как это эскалатор использовать силу тоф всегда во всех случаях а почему бы и не . хорошо и они быстрее возможно бы встает возможно быстрее бы добрались и возможно удобнее было сейчас поднимет ов смотри целый мост делать каменный стать по одному а нет кота и сделали а она как этот мысей да нет там в египте раздвигал воду то для египет и для евреев когда они проходили да миссия получается а вот так капсул а самая голодная котейка это еще что эпичность просто это выражает а 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 да блин больше был ее подбежать взять за руку взять за руку и повести за собой да жесть почти дошла а попала а а а а Половини! Усока, ты спас меня! Вообще-то, это я. Ой, ну... Ну, тогда дай мне утонуть. Ха-ха-ха-ха. Вфига, они тут, блин, водовороты устраивают. Да-а-а-а! Жёстко, да? Это вообще офигенно. Я вот подумал, а когда... Ну, я просто не останавливал, потому что там была такая эпичность. Вот Катаря делала эту капсулу, в которую они шли. Там же тоже воздух неконечный. Вот насколько хватит такого маленького просранца на всех тех, кто там дышит. Там же уже... Пока они, мне кажется, прошли бы этот путь, там уже кислородное голодание бы началось у них. Я не знаю. Просто логически. Роды начались. Я рожаю. Что? Сейчас? Может, он подождёт чуть-чуть? Сока, успокойся. Думаю, я много раз помогала бабушке принимать роды. Но это же тебе не тюленей принимать! Это же настоящее маленькое существо! Это называется ребёнок. Их я тоже умею принимать. Аанг принесет тряпку. Сока, воды. Тов, сделай нам палатку. Большую. Силюч, ты мне поможешь. Как только я увидел твой шрам, я понял, кто ты. Ты одиночка. Такой же, как я. Мы должны держаться друг друга. Помогать друг другу. Ведь никто не поможет. Недавно я понял, что путь одиночки не самый простой. Ты молодец, сын. Сока, где вода? А теперь тушься. Один, два, три. Тушься! Адекватная реакция. Девочка! Ну что, посмотришь на малышку или опять в обморок упадёшь, как девчонка? Нет, нет, теперь я в порядке. Анг! Ну не грусти, вы уже у Басингсе, уже скоро зайдёте, найдёте аппу, и всё будет хорошо. Ну что ж ты унываешь? Даже такой путь сложный преодолели. Тебе стоит на это взглянуть. Там маленький аппа. Голос ничего. Она красивая. Она такая беззащитная. Как мы её назовём? Я хочу, чтобы её имя было уникально. Чтобы оно что-то значило. Аппа! Мне было очень тяжело, но ваша малышка вернула мне надежду. Теперь я знаю, как её назвать. Хоуп. Надежда. Какое прекрасное имя. Хоуп. Я думал, что пытаюсь быть сильным, но на самом деле пытался убежать от своих чувств. Но когда я увидел эту семью, любящую и счастливую, я вспомнил о том, что чувствую по отношению к Аппи. И по отношению к вам. Ну что, такая серия тяжёлая. Много слёз. Обещаю, что найду Аппу быстро. Я хочу сделать это сам. Увидимся в городе. Передай привет этому клапку шерсти. Ты найдёшь его. Я знаю. Спасибо, Катара. Ну, вот это вот как-то такое себе решение. Надо вместе держаться. Мало ли, что там вообще в городе творится. Может, там ловушка. Может, там подстава. Может, там ещё что-то. Может, он улетит, а на них здесь нападут. А его помощь здесь нужна будет. И они будут в плену. То есть, вариантов много. И вот разделяться... Надо... Шли вместе же. Ну, шли. Столько серий шли вместе. Ну, можно же ещё чуть-чуть походить вместе. Готов, мама? Серия тяжёлая. Да. Мне кажется, дальше ещё... Сока, рада была тебя повидать. А, постой. Почему это звучит как прощание? Я пошла, чтобы удостовериться, что вы переберётесь через Мейный перевал. А теперь мне пора назад. К своим воинам. Так ты пошла, чтобы защитить меня? Слушай, мне очень стыдно за вчерашнее. Мы просто сидели, болтали. Я просто забылась. Всё произошло со мной. Хватит болтать. Красиво. Басинксе. Ты ли это? Прости, маму. А ты придётся подождать. Офигеть. Вот так вот. Это вообще... Короче, сложно. Всё переварить надо. Сделать несколькочасовой перерыв. Серия была непроста. Были, конечно, шутки какие-то, приваутки, разбавляющие моменты. Но столько драм, столько боли. Как тяжело людям, которые едут в Басинксе через порт. Как тяжело тем, кто там, кто сям. Как тяжело соки. Как тяжело соки вообще. Разглавляться со своими чувствами. Как вообще все эти пути бюрократически завязаны. Как много, наверное, людей не могут пересечь. Они мучаются и становятся беженцами. Всё это грустно. Надежду нам показали. Надежду маленькую. Родившуюся надежду. И это не просто так. Это, возможно, какой-то посыл на будущее, что нужно верить, что бы ни случилось. Апы нет, конечно, среди нас. Но мы его, наверное, непременно найдём. Рано или поздно. Если его, конечно, на органы где-то не продаем. Вот. Суики появилась. С ней всё хорошо. Любовь у них там с сокой вроде тоже неплохая. Мома немножко порыбачил. Большую змеюку избили. Новые фишки у магов увидели. Как умеет Токотара. Оказывается, у нас теперь неожиданно. Тоф, если честно, я бы хотел, чтобы она не по льду шла. А сделала бы себе тропинку из камня. Ну, мне кажется, это в её силах такое сделать. Я не так. Это как будто бы далеко не так сложно. Но мне кажется, она бы смогла. Вот. Как-то так. Что ещё хотел бы сказать? Да всё, наверное, я во всём ещё сказала. Ну да, действительно, серия очень тяжёлая была. Прямо. Я почему сказала, что дальше хуже? Потому что, ну, не может быть ещё так. Ещё лучше. Ещё лучше, да. Ну, в смысле, не может быть так легко и просто стать. Всё хорошо. Я, конечно, ожидал, что нам в конце последним кадром покажут красоту Басингсе. Вот это вот. Вот это вот. Мега мир. Но нам показали только Мега Бур и Магов Огня. Хочется посмотреть, как там Апа вообще. Что с ним делают, почему его украли. Ну, мы сейчас в гадалке сходим и спросим. Покажите нам, как там Апа дела. Тару разложу. Тару разложу. Как там Апа вообще дела? Как мы ещё посмотрим, если это нам не покажут. Хочется уже поскорее узнать, что с ним. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серии, как тебе реакции. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующей серии. Всем пока. Пока, пока.